Здравствуйте, дамы и господа. Вашим вниманием предлагается наш ежедневный обзор к открытию американской торговой сессии. С вами старший трейдер аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Ну что ж, только что была опубликована статистика по американской экономике, которая в целом оказалась несколько лучше ожидания и в моменте мы констатировали факт ослабления единой европейской валюты против американского доллара. В целом можно говорить о том, что опять же мы наблюдаем ту неоднородную и нестабильную ситуацию, связанную с восстановлением американской экономики. Совсем еще недавно выходили данные по занятости в Соединенных Штатах, которые показали ухудшение ситуации. Сегодняшние данные демонстрируют улучшение, опять же, ситуации в розничных продажах, продажах продуктов питания и также ситуация с индексом цен производителей на легковые автомобили в Соединенных Штатах. В целом можно говорить о том, что такое волнообразное восстановление в экономике Соединенных Штатов, по-видимому, будет превалировать вот все время до Нового года и, возможно, даже в первой четверти Нового 2011 года. Ну, давайте теперь посмотрим на ту ситуацию, которая к настоящему моменту сложилась на европейских торговых площадках. Европа сегодня открылась в плюсе, но затем довольно быстро ушла в отрицательную зону. Индекс Dow Jones Stocks 50 к настоящему моменту снижается на 0,26%. Сводный индекс европейских акций Dow Jones Stocks 600 также падает на 0,26%. Единственное, кому удается оставаться в зеленой зоне, это британский индекс FTSE 100, рост символически 0,03%. Германский DAX 30 и французский DAX 40 падают, соответственно, на 0,2% и 0,23%. В общем, мы видим, что, в принципе, на рынках риск аппетит заметно снизился у инвесторов. Участники рынка ждали не только статистику, о которой я только что говорил выше, но и будут ждать публикации отчета ФРС по монетарной политике, а также каких-то слов от Бена Бернанке. Исходя из этого, можно предположить, что более мягкая риторика Бена Бернанке или риторика, точнее говоря, связанная с озабоченностью роста и восстановления американской экономики, может довольно больно ударить по американскому доллару. Но как оно будет, это, конечно, мы с вами посмотрим. Напоминаю, отчет ФРС будет опубликован в 22 часа 15 минут, и тогда же будет этот отчет снабжен комментарием Бена Бернанке. Итак, к настоящему моменту ситуация на товарно-сырьевом рынке развивается таким образом. Нефтяные фьючерсы к настоящему моменту подрастают, его составляет по марке Брент 22%, и данный актив находится на уровне 91 доллара и 39 центов за один баррель. Западно-теханская американская марка нефти подрастает всего лишь на 16 сотых процентов, находится на уровне 88 долларов и 75 центов за один баррель. На товарном рынке ситуация также довольно спокойная. Контракт на медь снижается на 0,38%, фьючерс на золото растет на 0,58%, находится чуть выше уровня 1400 долларов за одну унцию. Серебро также подрастает на 0,6%, находится в моменте на уровне 29 долларов и 80 центов за одну унцию. Итак, что же можно ожидать сегодня от открытия американской торговой сессии? Итак, судя по тому, что нам демонстрирует фьючерс на широкий индекс S&P 500, штаты сегодня откроются в лучшем случае нейтрально. Итак, данный фьючерс растет на 0,04%. В целом мы отмечаем символическое снижение фьючерса на NASDAQ на 0,05%, а доу находится на уровне вчерашнего закрытия. Итак, к настоящему моменту на валютном рынке Форекс снизилась активность участников рынка, и игроки будут ждать отчетов ФРС и будут ждать выступления господина Бена Бернанки, председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Какова будет ситуация на валютном рынке Форекс, мы с вами увидим. А на этом у нас все. И хочу в дополнение сказать, что более подробную информацию о ситуации на мировом финансовом рынке, а также о наших образовательных программах, вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net. А с вами был старший трейдер-аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч. До свидания.